Газель-амфибия и затонувший корейский автомобиль. Омут на проспекте Победы стал настоящей преградой для транспорта. 20 лет лужа беспокоит жильцов и автолюбителей. Правда, проблема недостроенного квартала не единственная. К дому 9 на набережной реки Кудьма подбирается берег реки. Как решить проблему квартала и кто виноват, выяснял Дмитрий Ефимов. Отечественная газель на миг превратилась в амфибию. Коварная лужа с ямой больше метра глубиной расположилась вблизи дома 45 по проспекту Победы. Здесь мокрая преграда живет уже более 20 лет. Часто вообще у вас в эту лужу там застревают машины? Все время. Это вот осенью еще разровняли. А было-то вообще ведь вот до самого этого. Вообще ужас было. Вот такой у нас все время бардак. Сколько мы живем? 20 лет? Накануне в этот омун затянуло еще один автомобиль, но уже корейский. Правда, в этом случае самостоятельно из лужи он выбраться не смог. Как оказалось, водитель Сан Йонга – беременная женщина. Со стороны водителя переднее колесо попало в такую яму, что у меня просто затопило полностью машину вот перед. Сорвало защиту. Там еще какие-то проволоки оказались накидами. И номера вырвало. Нужно ездить по тем дорогам, которые в городе определены. И это предусмотрено правилами дорожного движения. Если собственник автомобиля, владелец автомобиля собирается ездить по другим каким-то территориям, где не предусмотрено правильное дорожное движение, он должен отвечать за судьбу своего автомобиля. А вот на другом конце этого же квартала другая мокрая проблема. С каждым годом все больше приближается берег реки Кудьмы к жилому дому. В прошлом году достаточно большой кусок берега, то есть вот здесь вот он был, сейчас вот он в этом месте, в прошлом году он был где-то метра три. Кусок берега, собственно, вот здесь вот по адресу набережной Кудьмы, дом 9, он просто-напросто свалился. Вот, прям в воду. Песок у берега принадлежит муниципалитету. Сейчас его смывают водой, носят вместе со льдом и ветром. При строительстве квартала в 90-х должны были поставить укрепительные блоки. Но, увы, перестройка. Я бы не стал сгущать краски, поскольку она, проблема незначительная. Незначительная в том плане, что мы мониторим ситуацию, смотрим, как ведет вот эта набережная, да, берегу укрепления. И, конечно, в случае опасных явлений будем принимать меры, связанные с укреплением. Сейчас в городском бюджете все средства брошены на ремонт дорог. В ближайшем будущем рассматривается проект застройки микрорайона. Однако, инициативные жильцы набережной Кудьмы уже отправили документы в областную прокуратуру. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.